Тренировочное задание Выполняя это тренировочное задание, вы узнаете о некоторых приборах. Научитесь запускать двигатели, освоите руление и взлет. Для запуска двигателей сначала необходимо поставить рычаг управления двигателем, рут, в положение «малый газ». Включаем навигационные огни нажатием клавиши «Ctrl-L». Чтобы запустить левый двигатель, нажимаем клавиши правой «Alt-Home» для начала процедуры автоматического запуска, контролируя его по загоранию соответствующей лампы на табло светосигнализатора. Здесь видно, как гаснет лампа и продолжает раскручиваться левый двигатель. Чтобы прекратить запуск и остановить двигатель, нажмите клавишу правой «Alt-End» для двигателя номер 1 и правой «Ctrl-End» для двигателя номер 2. Мы контролируем запуск, глядя на указатель оборотов левого двигателя и контролируя по прибору и на слух увеличение оборотов двигателей. Одновременно следим за температурой газов за турбиной, чтобы быть уверенными, что не происходит зависание оборотов. Теперь левый двигатель работает на режиме «Малый газ» на 65% оборотов с нормальной температурой газа за турбиной, то есть запуск прошел нормально. Теперь запускаем правый двигатель нажатием клавиши правой «Ctrl-Home», наблюдая за оборотами и температурой. Пока продолжается запуск второго двигателя, познакомимся с приборами на приборной доске. Это указатель приборной скорости. Он показывает ее в пределах от нуля до тысячи километров в час. Это параметрический высотомер, показывающий высоту в метрах над уровнем моря. Это вариометр, показывающий вертикальную скорость самолета и угловую скорость разворота. Шкала вариометра проградуирована как для набора высоты, так и для снижения до 200 метров в секунду. Шкала указателя поворота до 3 градусов в секунду справа и влево. Это пилотажно-посадочный индикатор, ППИ, на котором отображается состояние шасси, закрылков, тормозных щитков и тормозного парашюта. Теперь узнаете о панели прибора все, что нужно для выполнения этого тренировочного задания. Выпускаем закрылки во взлетное положение, нажав клавишу F и контролируем их выпуск по ППИ. Тягой двигателей можно управлять, используя рут на джойстике или клавишами плюс и минус на дополнительной клавиатуре. Запрашиваем выруливание на ВПП, используя последовательные клавиши бэкслэш F6 и F2. Включаем рулежные фары. Как только самолет дронится, проверим тормоза колес, кратковременно нажав клавишу W. Для руления используйте педали или клавиши Z и X. Обычно при рулении старайтесь держать белую линию разметки по оси самолета. Пользуйтесь рут и тормозами колес, чтобы сохранить скорость в пределах 20-30 км в час. Торец полосы у нас справа. Продолжаем.